Прямо в местах. Нашли там кучу боеприпасов, СПГ-9, ПТУРы нашли, готовые к применению. Много косынок, этих черных косынок. Смертники, так называемые смертники, которые при этом воевали. Там тоже наемники, натуральные наемники, которые жестоко. Мужики воюют тоже здорово, стрелять умеют куда надо. Цели из-под башни, чуть маленький, боекомплект бы взлетел, я не знаю. Нет, на всю жизнь не забыли. Хватило. Очень классно, командир танка, младший с вами, габрат. Мужики по работе, живем, здорово. Работали в Белоготое, населенный пункт Белоготое. Выкатывались из замок, делали выстрел. Опять же назад вытаскивали полковую разведку 36-й бригады, бригадную разведку 36-й бригады. Если бы не этот танчик, разведка 36-й бригады навряд ли бы вышла из населенного пункта Белоготое. Спасибо вот этим мужикам, срочники, пацаны по 18-17 лет, которые работали, не думали вообще о жизни, о высоких понятиях. Они просто делали свою работу, они выполняли то, что надо, то, что от них требовалось. Механик ездил, Игорек, просто ездил, просто вот ездил, мужик вообще здорово. Наводчик, Вовчик, просто стрелял. А Олег, Олег, брат, просто командовал, как надо правильно делать. Вот и все. Экипаж там был слажен. Если бы мне этот 32-й экипаж, Лиза, танчик все звали, просто ласково, нежное слово, женское, Лиза. Если бы мне этот экипаж, я не знаю, то сейчас эта бригада навряд ли бы вышла из этой заварушки. А вообще, мужики, ну... Они все приставлены к награде. Все. Все медалисты. Весь экипаж приставлен к награде. Больше у меня слов никаких нету. Добрал твое слово первое. Скоро домой. Привет всем. Подруге, матери, друзьям. Все ништяк. Танчик только жалко. Да, машину жалко, а так все нормально. Танчик бегал, как часики. Все время, которое мы здесь, в Чечне, постоянно на нем. Ну, как личный транспорт, как там на гражданке Жигули, там, иномарке. Только здесь танчик. Ну, и чеченцы, боевики, подбили его. Попаде. Сгорел танчик. Жалко, конечно, но ничего поделаешь. Это все-таки война. Ну, страшно здесь, на войне страшно. Хорош. Сначала было как курорт, а сейчас, когда стреляют, там, убивают, страшно. Нечего просто сказать. Нет слов. Да. Да, ну, Катя, скажи, что это? Твоя машинка была, 432. Да, машинка вообще четкая, ни разу не подводила. Только успевали заправляться, загружаться. Да, ну, маслицем заправишь, там, солярочку, и все, попер вперед. Бок, припас. Нарядов закидал, бобышек. Рассказываю. Они стесняются, они просто стесняются, они улыбаются. Да еще пацаны молодые, еще постарше, я вам скажу. Этот экипаж, не с моего взвода, не с народного взвода, они были преданы мне подчинение. Этот экипаж, я сказал уже, но они пристали на всех медалей, на награде, в правительственной награде. Мужики вообще молодцы, золото. А машинка их не подбили? Сволочи подбили, но я понимаю, что это двойная, есть война. Если бы не рядом стоящий там, просвечал ПТУР, второй ПТУР они уже услышали, свист. Командир скомандовал все по шине, командиру. Все уже слышали, Федот услышал, Вовчик вот, Зиновойчик вот, он услышал тоже свист на. Механик просто вылетели, ну все вылетели с танка, моментом. Я уже это помню, свист, стук, удар. Мощный удар по танку сзади, а сзади кармани защищенные почти все. И возгорание, момент на возгорание пошло. Танчик как факел вспыхнул. Они поехали загрузаться боеприпасами. Они отработали своем белготой, поехали загрузаться боеприпасами. И танчик как факел вспыхнул весь на. Мне пофигу эти машины, танки, железяки, все эти вонючие. Вообще, я не знаю, не буду больше ругаться. Главное, остались люди живые. Вот пацаны вот эти срочники. Да какие срочники? Это мужики, это натуральные мужики. Остались живые. Это самое главное. Похуй на эти железяки, честно скажу. Не кривя словом, насрать нам. Главное, остались целые мужики. Они воевали, и что будут воевать? До сих пор воюют вместе со мной. Нормально, здорово. Самое главное. Остались последние десятки метров до базы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА